Деятельность Брестского клуба любителей кошек, Литкис, насчитывает 24 года. За это время его энтузиасты провели порядка полсотни выставок, привезли в областной центр немало новых пород. Участники мероприятия, как правило, брещане, обладатели пушистых друзей. На этот раз на выставке представлены 10 пород. Среди редких видов британцы, скотишфолды, бенгалы, русские голубые, сиамские и болинезийские кошки. Многие из них неоднократные обладатели республиканских и международных наград. Не обязательно обладать уникальной породой, главное обладать кошкой или котом. У нас на выставке участвуют и домашние животные. Это просто любимцы беспородные, но их просто любят и хотят показать своих животных всем. Лилия Масленникова со своим питомцем, представительницей редкой породы болинез, побывала на многих выставках, как ближнего, так и дальнего зарубежья. Ее любимица совсем недавно открыла титул чемпиона мира. Хозяйка уверена, домашнего питомца ждет немало новых наград, а потому участие в дальнейших выставках она планирует уже сегодня. Участие в выставках люди видят просто кошечек, клеточки и так далее. Но здесь у нас проходит очень серьезное судейство. Вот для того, чтобы котику открыть чемпиона мира, он должен быть полностью соответствовать стандартам породы. Равномерно расставленные уши, цвет глаз, длина хвоста, текстура шерсти – это все очень достаточно серьезно. Участник выставки «Оскар» – представитель британских короткошерстных. Подобные мероприятия для него не в новинку. На сей раз он выступает в рекламном классе. В 2014 году мы получили вот эти кубки. И весной участвовали в выставке. И осенью. Лучший в породе. Лучший британец 2004 года. Это возможность показать своего питомца. Ну и вообще как развлечение. Среди сюрпризов от организаторов мероприятия «Викторина для детей» на тему четвероногих друзей, где они могли проверить себя на знании привычек и особенностей животных. Выставка детского рисунка от воспитанников из-за студии «Белка» тоже не смогла оставить равнодушными посетителей. Работы маленьких брещан были посвящены теме кошек. 62 художника от 4 до 10 лет представили внимание публике довольно креативные идеи. Дети рисуют котов всегда, везде. Они их очень любят. И изображение кошек, в общем-то, им близко. И каждый рисует кошек по-разному. В этом, в общем-то, получился интерес. Несмотря на то, что тема одна кошачья, но рисунки все разные, разные по технике. У меня вот это как отдых. Я вот очень вот люблю рисовать. И я придумываю сразу. Всякие эти интересные идеи всегда приходят в голову. Здоровое и красивое животное – заслуга его хозяев. Подобные выставки и направлены на то, чтобы объединить единомышленников, любителей четвероногих, с целью обмена опытом, идеями и полезного общения.